друзья привет наконец-то у нас зимний обзор на зимнюю машину потому что обычно по воле случая плохую погоду мы снимаем купешки гонки всяких кабриолет и на летней резине поэтому сегодня очень рад что мне достался один из моих любимых кроссоверов subaru forester пятое поколение гибрид встречать не зря друзья и сказал что этот автомобиль действительно один из моих любимых кроссоверов потому что во первых это самые лучшие характеристики по полному приводу естественно из того да что сейчас у нас в тренде с аукционов японии это соответственно кто это соответственно forester outlander nissan x-trail и honda везель я бы сюда поставил по моему личному мнению forester во всех параметрах выигрывает так что сегодня мы разберем с вами новое поколение по счету это пятый кузов от subaru forester и я вам скажу что действительно изменение по сравнению с четвертым хоть и визуально не сильно заметная но есть и они однозначно в лучшую сторону давайте разбираться обратите внимание на заднем плане на заднем плане сзади вас естественно не за меня корабли которые в нашу бухту у сирийского залива все спрятались от сильного ветра если будет возможность вот так сделайте увидите все прикидки сидят ладно погнали 97 года появился на рынке вообще такой автомобиль как subaru forester первое поколение его представляла скорее больше универсал чем кроссовер или внедорожник такого понятия еще кроссовер особо не было но не было сильно развито поэтому те года да это получается год 2000 наверное 7 7 год 2000 наверное 4 3 начали возить форики еще первого поколения у меня вам такая машина была очень был классный появились сразу же турбовые двушки на 240 лошадей рынок сразу же начали заполонять потому что россияне прокусили эту штуку отсюда появился клан субаристов легаси форики вот эти вот первый снег зима вот легендарные в общем машина была легендарная моей жизни был forester второго поколения sg кузов это был 2005 год turbo на коробке тоже тачка легендарная и очень многим в россии как раз таки это актуальная штука машина приглянулась за ее полноценный полный привод практически 50 на 50 эта машина гребла и там где крузаки 200 и виснут на сугробах эти форики просто под снегом проползали туда сегодня мы разберемся с пятым по счету поколением subaru и действительно здесь есть новшества как по визуалу так и по техничке многие уже знают что в этом поколении нету турбовых форей эпоха turbo subaru еще не закончилась потому что у нас остались леворги до стишки в рейкс и и прочее и прочее прочее гоночная subaru я думаю они нас никогда не оставят но форики все-таки ушли в гражданские кроссоверы увеличили базу стали действительно кроссоверами до после первых внедорожных универсалов и расширили таким образом немножко себе популярность по сравнению с прошлым поколением изменения по передней части не сильно заметно и здесь у нас также стилевенькие диодные фары линзы туманки диодные ходовые огни которые у нас да здесь присутствует в некоторых версиях есть некоторых нету есть версия x-brake с вот этими вот оранжевыми полосками сегодня встретили такую машину белого цвета белый перламутр с оранжевыми полосками но по моему это борщ хотя на черном цвете выглядит вполне себе зачетно они идут также с рейлингами как и наш красавчик в принципе по общему параметрам по общим параметрам кузова больших изменений нету она стала чуть-чуть пошире увеличили колесную базу и чуть-чуть машина увеличилась в размерах а вот по задней части я хочу отметить отметить изменения и на мой взгляд они действительно классные изменения по стопорям которая действительно эта машина заслуживает и вот этот вот вроде не сильно хитрый загиб он очень сильно придает стиля этой тачки и намного прямо раза в два она выглядит уже по кучеряве все версии имеется ввиду все комплектации оснащены задним спойлером который здесь тоже с небольшим с небольшим сгибом в середине короче все классно заморочились дизайнер над этой машиной и хоть в первую очередь форик выбирают за его внедорожное качество за его самый высокий клиренс классе но дизайн у этой модели действительно наконец-то уже на уровне что очень радует и так угадайте друзья есть ли у нас газ лифты или старый добрый кочерга я еще ни разу не открывал думаю кочерга кочерга видите я правильно думаю наконец-то как-никак как-никак разобрался в субарях самая интересная часть и соответственно самое ощутимое изменение которого достигла subaru в пятом поколении наконец-то скажете вы forester style гибридным и у нас с вами двухлитровый двигатель fb20 который также у нас остается оппозитным четырехцилиндровым и плюс к нему мощнейший 10 киловаттный электромотор скажете вы чего 10 киловатт где же 124 киловатта где же хотя бы 105 или 30 пускай как у экстрейла нет subaru решила что 10 хватит и действительно хватит это параллельный гибрид он работает в паре с бензиновым двигателем помогает немножко подкручивать двигатель при ускорении долго не с места и добавляет ему динамики при рывке и я уже прокатился на этой машине скажу что особо роли гибридной установки здесь не ощущается но тем не менее это очень большой повод возрадоваться за subaru и сказать что да моя subaru тоже технологичная гибридная экономичная и при всем при этом своих основных качеств не утратила мотор fb20 и которые себя зарекомендовал отлично уже в двух поколениях работает в паре с субаровским усиленным вариатором line tronic поэтому бояться его не стоит я про все вариаторы говорю что не стоит бояться но line tronic друзья это вариатор у которого вместо ремня клиновидного стоит огромная цепь велосипедная которую порвать чтобы это надо прям сильно постараться и как руководитель в прошлом автосервисе могу сказать что ни на одном даже самым-самым дохлом форике свежим мы не меняли варят потому что штука вечная естественно если туда гудрон не будете лить из солидола солидолом смазывать его изнутри то проблем не будет потому что я знаю что в нашей необъятной есть такие ребята есть еще одна версия которая нас заменила турбовую турбовых в этом поколении уже не выпускается все закончилась эпоха turbo subaru остались только леворги стишки в rx и форики стали более гражданскими таким образом целевую аудиторию себе расширили от турбины уже отказались в этих автомобилях поэтому вместо нее есть версия с двигателем два с половиной литра на сто восемьдесят пять лошадиных сил закрываем убираем кочергу очень легкий кстати говоря капот для тех кто не любит тяжелые капоты можете эту машину тоже выбирать потому что капот легкий вроде бы звучит по сумасшедшему но с абсолютно разными критериями идеального автомобиля клиенты к нам обращаются поэтому вообще не удивлюсь если есть такой человек который говорит о капот тяжелую у skoda octavia мне почему японская друзья чё я сюда присел скажете вы и так уже понятно чтобы показать вам грязь потому что очень грязная у нас дорога и машина себя запачкалась пока мы сюда доехали не и для этого вообще-то на самом деле чтобы показать вам вот такой огромный клиренс это знаете сколько это 220 миллиметров что является реально самым высоким клиренсом в классе до сих пор у x-trail а 205 у аутлендера поменьше и увезли еще меньше короче говоря 220 это самый топ самый топ плюс легендарная система субаруского полного привода лютые субаристы сейчас будут писать можете писать что до субару уже не то нету вот этого 50 на 50 по осям нету действительно нету сейчас здесь добавили побольше электроники называется а в д система полного привода с активным распределением крутящего момента по осям совокупности с кучей систем анти пробуксовки анти юза системы курсовой устойчивости полный привод а в д на этой машине будет вас радовать уверяю вас на все 100 друзья наконец-то самая теплая часть нашего обзора это салон вот потому что мне наконец тепло оператор сидит на улице салон очень крутой я также говорил в обзоре на прошлый форик потому что по сравнению с поколением третье получается поколение было кузова sh где вот так вот три крутилки все ничего нету и магнитофон который ты сам себе какой поставишь такой у тебя будет абсолютно скучная круглая панель а там еще была прикольная подсветка подстаканников здесь абсолютно все поменялось наконец-то потому что форестер тоже салонами никогда не славился субар в принципе салона не заморачивалась кроме легаси легаси красавцы вот здесь уже абсолютно все другое у нас кожа эко кожа у нас мягкий пластик с прошивочкой вот здесь вот несколько ступенек все очень классно текстурировано про строчки белые вот эти вот формы то есть салон наконец-то не скучный помимо этого реально из кроссоверов на мой взгляд это самый удобный по расположению полезных кнопок функции которыми вы действительно будете пользоваться такими например как вот эти две камеры до кругового обзора то есть левой стороны и передняя камера то есть не надо вот сюда вот куда-то лезть да как в лексусах и дает а вот здесь вот где-то их искать вот у вас все под рукой чик нажал где-то в притирочку припарковался все хоп нажал переднюю у тебя все выводится на вот этот дисплей классно классно никого я надеюсь уже не удивить камерами кругового обзора потому что постоянно все пишут в комментариях что ой нету обзора нету подогрева здесь есть все я просто про эти мелочи не говорю уже друзья потому что ну честное слово вы достали есть подогрев руля есть подогрев сидений передних задних такими штуками не удивить но как они расположены это реально кайф и для subaru которая салонами никогда не заморачивался это очень большой шаг вперед естественно системы айсайт на всех форестерах есть это камеры контроля за полосой предотвращение столкновений до экстренное торможение и прочая ерунда все у нас отключается две вот эти кнопочки как у боинга на потолке они и в леворгах есть и фориках очень мне нравится и в аутбеках хочется обратить внимание на мультируль который ну реально все можно с него делать и переключение и выбор меню музыки и вообще все общение с бортовым компьютером проходит у вас через руль также здесь у вас регулируется круиз контроль подогревы все это классно все все с руля никуда тянуться не нужно естественно у нас есть раздельный климат электросидения кстати говоря во всех комплектациях в этом поколении все машины идут на коже либо комбинированная либо полностью кожаная как здесь во всех комплектациях у вас идет четыре колеса руль полный фарш шутка хотят сказать во всех комплектациях у вас идет подогрев зеркал это обязательно потому что наконец-то subaru поняли что это зимняя машина и я бы подытожил тем что это самый мужской кроссовер многофункциональный и реально машину которую не жалко засадить куда-нибудь в поле или в лес и будешь уверен на 80 процентов что ты оттуда выйдешь потому что чем дальше в лес тем как там чем выше джип тем дальше идти за трактором или как вы там про джипристов говорите про субаристов еще больше страшных поговорок систему их смотр не отметила тоже классная штука друзья это система выбора режимов движения которая вас позволяет но это для неумех на самом деле опытные водители вряд ли этим будут пользоваться но ни у кого нету а здесь есть система помощи при движении по глубокому снегу система при рыхлой какой-то что это дерт по грязи получается да и выключение при нормальном режиме убрались отсюда наконец-то ручной ручник поставили электронику все-таки субару идет в ногу со временем хотите приколоться память сидений вот так вот в этой машине ездил японец нет нормально нормально так можно это я еще руль чуть-чуть приподнял потому что до этого он не когда первый раз нажал он не сломал колено кстати говоря по концепту пятого поколения увеличился размер между господи как это сложно выговорить вы бы знали увеличилось расстояние между сиденьем передним и задним короче говоря пассажирам который будет сидеть сзади стало еще чуточку более комфортно я отодвинул максимально назад переднее сидение и ну вот реально можно раскинуться немножко то есть нормальный человек будет сидеть вот так и место у вас до передних пассажиров вполне хватит поэтому для двухметровых для пяти двухметровых людей этот автомобиль подойдет ну для четырех хотя бы вот здесь у нас подстаканники без крутой подсветочки кстати говоря как в поколениях и саш единственная крутая фишка вот есть очень важный момент не во всех машинах но здесь есть крепежки для детских бустеров как называется изофикс или что-то там типа того вот плюмбус называется по-моему короче классно не у всех есть toyota не во всех до сих пор есть subaru думает о безопасности ваших детишек так что друзья надо брать надо брать сто процентов тем более здесь есть подогрев даже задних сидений есть еще пупырчатые дырочки как будто есть охлаждение но его тут нету потому что и и хватит вам подогрева 1 вот пойдемте багажник еще посмотрим для полной картины вот чудо электропривод багажника в котором вас тоже я надеюсь не удивить но штука классная и если будет выбор с ним или без берите без потому что будет однозначно дешевле багажник у нас тот же самый вот здесь вот вместо запаски вы получаете батареечку литий-ионную которая у нас помогает вашему мотору экономить ваши денежки если проще говоря но тем не менее есть рундучок для всякой мелкой ерунды здесь у нас ремкомплект домкрат и еще какую-нибудь огромную штуковину типа аккумулятора вы сюда можете положить чтобы она у каталась естественно как и во всех кроссоверах такого класса у нас есть какая классная кнопочка вот это обязательно прям ценить вот так вот поняли одно нажатие и у вас получается в грубо говоря в пробок с грузовой вот эту шикарную шторку можно снять я думаю вы но я думаю что вы к этому придете потому что эта штука она будет только пыль собирать его так вот постоянно делать уверяю вас удовольствие то еще и да пожалуйста где-то на природе переночевать где-то перевести козу или половину коровы запросто ну сноуборд велосипеды что вы возите я просто козу бы возьму рельсы крыша как пишут в переводе аукционных листов означает классные вот эти вот штуки рейлинги сто процентов можно и без них и в них земля пупом не уперлась или что там с этими поговорками у меня сегодня не ладится но в общем классно крепить различные багажники вот эти вот пеналы типа гробики или крепление для сноуборда велосипедов очень полезная вещь если рейлингов нету тоже не беда потому что есть также дополнительно возможность установить их хотел сказать что есть возможность установить багажные системы которые крепятся вас под резинки дворников так что ну я бы сильно не заморачивался рейлингами но если есть возможность с рейлингами почему бы и нет тем более что на аукционах сейчас эта машина только с вот этого года стала проходной и практически все идут на рейлингах я тест прохват начнем с недорожья потому что потому что раз уж мы здесь а нам отсюда надо как-то выбраться ого ничего себе на скорости 5 километров в час боком ездили когда-нибудь скажу что вот эта штука я включил режим deep snow для глубокого снега или рыхлого грунта очень классно себя ведет врубаешь сразу он до 1000 оборотов тебе подымает и как на понижайке просто потихонечку катится что-то там одно колесо отключает тут хрустнула без к там хрустнула но машина идет как просто как ледокол среди льдин очень мне нравится эта штука надо его выключить из изменений по техничке относительно ходовки здесь поменяли немножко расположение стабилизатора сейчас он прикручен напрямую кузову что по идее должно сделать машину чуть жестче и крены поворотах еще меньше я бы не сказал что на прошлом поколении были кита супер крены вот это может быть то что я на бухловозе езжу где стабилизатор от которого у меня в гараже лежит три раза отрывал в общем ладно крены это моя любимая штука по всему остальному хоть форестер у нас считается более такой сбитый по ходовке я бы сказал что вот по такому не знаю как назвать крупному камню до по каменному пляжу достаточно комфортно машина идет и то есть при желании можно даже немножко притопить и никаких лишних посторонних шумов ничего у вас не будет по ощущению вот езды по трассе что я могу сказать ничего не могу сказать классно идет машина все четко рулится пушечная разгоняется шикарно не знаю есть ли здесь заслуга гибрида или нет но судя по схеме да когда газку поддаешь у тебя сразу с обоих моторов то есть с бензинового двигателя и двигателя с бензинового двигателя и с электромотора передается крутящий момент на колеса не могу сильно прям притопить потому что дорога скользковатая вот и плюс тачку пачка жалко все таки здесь параллельная схема работы гибрида то есть они работают здесь два мотора вместе конкретно электромоторе эта тачка не едет я лично не катался на таком форике с двигателем два с половиной но если сравнить вот эту версию и прошечную и прошлую двушечную до в прошлом поколении я бы сказал да здесь заметно резвее удобная боковая поддержка шикарный обзор что еще вам надо чем еще надо кроссовера с которого можно в любой момент вот так вот руля дернуть выскочить на грунтовку и уверен я с учетом вот этих вот всех систем еще и клиренсом 220 миллиметров он даже не колыхнется и как по асфальту точно также полетит у вас по грунтовки мы этого делать естественно не будем но вы можете только вам надо купить машину такую для начала я бы взял итак друзья сегодня я показал вам а вы увидели то что я вам показал а это был форстер фортер пятого поколения и на мой взгляд эта машина действительно заслужила ваших аплодисментов потому что вот именно этих изменений пускай кто-то скажет незначительных кто-то скажет ожидаемых и давно пора ведь гибридные subaru уже есть ориентируясь на xv скажете вы мне да но и что но и вот классный автомобиль который в этом классе привнес новшество в рынок и действительно теперь у вас есть еще больше выбора прошлое поколение кузовов остается еще проходным так что можно привести и sg даже турбовые версии так что торопитесь пока это все не превратилось в гигантскую пошину цены немаловажная информация для вас я уж думал и не спросите вот этот красавчик с пробегом 15 тысяч километров пони 15 типа не 150 всего 15 тысяч километров обошелся чуть менее двух с половиной миллионов рублей да немало да немало но если вспомнить все количество плюсов которые мы с вами сегодня увидели и сравнить эту машину с тем же самым грубо говоря гибридным харьером но я бы задумался я бы задумался на харьке в поле вряд ли вы поедете если вообще говорить о ценах на вот таких красавцах с гибридной платформой от двух миллионов двухсот тысяч можно найти статистике но для этого надо выхватить с пробегом хотя бы 1080 но они пока что все новенькие свеженькие и выставляется там 15 20 30 15 20 30 так что найти ее с 80 или соточку этого будет очень большая удача но можно будет забрать чуть-чуть подешевле ну про битье я вам не рассказываю это вы без нас прекрасно можете на рынке если хотите версию два с половиной литра такой мы тоже привозили уже по стоимости выходит плюс минус точно так же чтобы выбрал я я не знаю наверное гибридную просто чтобы говорить да у меня subaru и у меня гибрид кто-то тащится от полного привода кто-то от новых технологий в этой машине можно все удачно сочетать в себе кого кого еще можно выбрать вместо вот этого красавца toyota harrier самый хедлайнер среди кроссоверов это более престиж вариант для езды по городу по трассе очень кайфово самая лучшая шумоизоляция в классе ну и наверное самый красивый по деньгам тоже не самый дешевый далеко рядом с ним мы всегда ставим nissan x-trail гибридная версия хотите передний привод хотите полный хотите обычный бензиновый моторная мр-20 тоже вот такой вариант и по бюджету чуть-чуть поэкономнее получится чем за вот это стилягу и конечно же mitsubishi outlander самый технологичный кроссовер на сегодня с технологией phv возможности подзаряжаться от розетки так что выбор всегда за вами помните что в японии есть автомобиль для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля